Блин, а слюни потекли, я так хавать хочу, уже не ел. Всем привет, друзья! Если вы считаете, что мы будем что-то сегодня готовить, то всё уже приготовлено, и тому есть моя история. Вот, это главная причина, по которой мы сейчас будем обсуждать, насколько полезны, точнее, насколько допустимы, какие продукты питания в формате диеты, диеты после отравления. Вы знаете, что мне очень тяжело было ехать с Ростова в Москву, это была просто ужасная поездка. Предыдущие видео можно посмотреть, как я мучился, у меня температура была. Все кадры, конечно, я не показал, потому что ехал всё-таки не сам, у меня там и долпан был со мной. Ну, люди, собственно, ехали весь, охотно забитый. И кроме того, что я процетамолхал и прочие ингредиенты, связанные с противовирусными вариациями, вот, ничего хорошего у меня не было в этой поездке. Вот, ну, самое главное, доехал. И всё-таки, теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что мы можем использовать в формате диеты, потому что я считаю, мне нужно пересесть на диету, так как я подозреваю, что моя проблема всё-таки была не в простуде, случайно полученная, там, не знаю, кто-то кашлянул, а именно в формате рутавирусной инфекции, которая была получена на море. Да-да, вы знаете, что на море плюс 24, и, собственно, всё там активизируется. Ну, в общем, как говорится, купайтесь, не глотая водичку. Вот, и смотрите, что самое интересное? Начинается всё, конечно, с того, что вы должны ограничить максимально свой набор продуктов питания, которые вы обычно употребляете. Из рациона исключить совершенно всякие, допустим, что нельзя. Ну, во-первых, белый хлеб, это однозначно нельзя, всё, что с этим связано. Ну, я немножко подглядываю, потому что нашёл тут подсказочку себе с интернета выписал, но, в принципе, это самое главное, я подсказываю. Вот, томаты, огурцы, короче, овощи тоже, они все от них пользуются никакой в этом случае. Вы будете сидеть на унитазе очень долго и настойчиво. Вот, можно также ограничиться приемом манной каши, фасоли, гороха в любом виде, изюм, курага, все виды орешков и прочее. То есть, на самом деле, много всего, что мы хотели бы сейчас похавать, но мы не можем. Вот. То же самое касается молока. Да, любые молочные продукты. Я не знаю, лично моё мнение, в интернете пишут, что можно творожок захавать, можно лёгкий йогурт, но я, например, это не придерживаюсь. Но, как по мне, то это не совсем правильно решить. Так вот, что, наконец, я предлагаю? Друзья, я себе подготовил простое решение. Это рис. Да, я сварил пакетики для того, чтобы, ну, как бы ограничиться. Сегодня буду я только это кушать. Вот, я самый счастливый человек, что поделаешь. Вот. Куриное филе. Да, филешечка. Вот так, куриное филешечка. Я её прям взял, приготовил, просто сварил. Вот. Она плоховато видно, но, думаю, это достаточно понятно. Вот. Ну и, конечно, бульон куриный, как следствие приготовления первого. Да. Вот. Хлеб у меня однозначно бородинский, чёрный и так далее. То есть, в общем, не белый. Вот. Но, я думаю, всё. Пока что ничего не рассказывать ещё. Однако, ещё, ещё многие рекомендуют бананы кушать. Я, честно говоря, с этим отношусь с никому недоверием, потому что банан всё-таки, как и крути, это фрукт. Вот. Но я его съел, и, в принципе, всё нормально. То есть, особых проблем я не вижу никаких, то есть, он мне, ну, какие-то силы даёт. Вы представляете, я ехал сутки, почти ничего не ел. До этого я ещё тоже ничего не ел. В общем, у меня крыша уже снесло. Я, у меня нет весов, но то, что у меня пониженная температура сейчас, это говорит о том, что, в общем, ночь у меня была весёлая. Поэтому, друзья, самое простое решение – это рис, это куриное филе, это бульон, это чёрный хлеб, ну, и, в общем, крепкий чай. Чёрный крепкий чай, в принципе, который вам с удовольствием в итоге приведёт в ваш организм норму. Старайтесь избегать в ближайшее время то же самое молочки, если яйца. Но яйца, опять же, я не знаю, почему-то в интернете ему пишут, что яйцо можно есть только в смятку. Я не понимаю этого. Я, например, поддерживаю, если вы хотите есть яйцо, то, наверное, только есть его в крутую. То есть оно не должно быть у нас там каким-то размазанным, что заполнит ваш кишечник не в ту сторону, куда надо. Короче, что полезно при отравлении, при посещении туалета и прочее. Чёрный хлеб со трубами. Вчерашние выпечки, сухарики, глетное печенье. Это то, что пишут в интернете. Диетическое мясо, курицы, кролики, конвейки, докторские сосиски. То же самое, что мы только что обсудили. Ряженка, творог, простоклаш, легкий йогурт. Я здесь не поддерживаю, как я уже сказал. Я против всей молочки. Любая молочка может привести к тому, что вы будете продолжать своё нахождение в приятной комнате и взаимопонимание. Сок, лимон, на воде, черника, калина, клюква, запечённые яблоки, картофель. Ну, блин. Кстати, насчёт картофеля я, в принципе, соглашусь. Если картофель, то, наверное, он только должен быть отварной. Вот, как мы делаем, ну, Дир, картошку. Блин, а сну не потекли. Я так хавать хочу. Уже не ел. Так вот. То, конечно, да, картофель отварной. И всё-таки без всякого масла, без соли и так далее. Вот как есть. То есть, крахматик нам войдёт по самой-самой полезности. Ну, и, конечно, добавим брисневая и рисовая овсяная каша. Кстати, насчёт овсянки я согласен. Я тоже буду хавать. Хотя, вроде, она считается, что она улучшает моторику кишечника. Но, в принципе, я думаю, в моём случае она должна пойти на пользу. Всё-таки это является единическое питание. Поэтому, подводим, делаем итог, друзья. Мы едим каши. Мы едим селешечку куриную. Вот мы едим чёрный бородинский хлеб. Вот примерно так это всё выглядит, всё звучит. Поэтому я советую никогда-никогда, друзья, не попадать в эти нелепые ситуации. Если вы попали в эти ситуации, то садитесь сразу на диету, потому что диета способна вас вернуть в норму. Ну и, конечно, в заключение всему, я дам всё-таки решение по лечению со своей стороны. Энтерофурил, вы знаете, есть такое прекрасное средство. Оно лечит все вариации кишечных и желудочных инфекций. Ну, в данном случае кишечных приоритетов. Ну и, конечно, ремонтодин. Ремонтодин, точнее, называется. Такая фигня противовирусная. Она тоже, как-никак, оказывается, улучшает и помогает. В общем, на сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Вы послушали интересную информацию. Если она оказалась вам полезной, то оставайтесь с нами дальше. Ну и всем пока-пока.